Итак, давайте посмотрим параметры, что мы еще дополнительно можем добавить к этому шот-коду. То есть, что WordPress не добавляет, но что вы можете вручную сделать. Итак, давайте еще раз посмотрим этот код в режиме текст, как он выглядит. Еще раз, квадратная скобка, аудио, сверху смотрим. mp3 равно, дальше идет ссылка, и все это дело закрывается. Итак, чуть ниже смотрим. В квадратных скобках аудио и со слэш. Кто помнит, что такое слэш? Слэш это у нас тег закрывающий в HTML. То есть, в HTML есть теги двойные, есть одинарные. Если тег двойной, то обязательно двойной тег со слэш, с закрывающим. Мы это проходили подробно в одном из уроков, так что, если кому-то интересно насчет HTML, можете тоже посмотреть в одном из предыдущих уроков. Итак, это, собственно, сам короткий код. Да, аудио-аудио. Короткий код вставки аудио. mp3 равно и ссылка. Ну, здесь WordPress просто автоматически распознает формат аудио и, как бы, подставляет, да, mp3 равно и сама ссылка идет. На самом деле, mp3 можно заменить на src. Помните, да, мы когда проходили картинки, src это атрибут от слова source, ресурс, да, ресурс, src. Поэтому ничего страшного, если, допустим, вместо mp3 будет src. Это то же самое. Просто здесь он распознает именно формат, а здесь просто ссылка. Тоже ссылка на ресурс. Еще какой может быть параметр? Loop. У него есть два значения. Либо off, либо on. Loop означает зацикливание. То есть по кругу. Если вы используете этот параметр в режиме on, включен, да, off, выключен, он, включен, то ваше видео будет проигрываться постоянно. То есть оно заканчивается и начинается снова. Заканчивается и начинается снова. Еще раз повторю, если вы ничего здесь не прописали, а в WordPress видите, что ничего не прописал, да, то по умолчанию оно выключено, off, выключен. Если вы хотите, чтобы ваше видео было зациклено, прописываем в коде, то есть после аудио, после ссылки, делаем пробел, loop, равно и в кавычках пишем on. Тогда ваше аудио будет зациклено. И третий параметр тоже интересный, это autoplay. Autoplay – автоматическое включение записи. То есть понятно, да, что по умолчанию, для того, чтобы запись начала проигрываться, нужно нажать play на кнопочку, да, проигрывать. То есть это как бы сам делает пользователь. Если вы хотите, чтобы аудио начинало звучать автоматически, без вот этого включения кнопки, то нужно прописать параметр autoplay, равно и в прямых кавычках on. Он включен, off выключен. Прописываются эти параметры внутри тега audio, да, внутри вот этого короткого, короткого кода audio, там, где у нас прописана ссылка. Допустим, вот аудио, пробел, mp3, равно ссылка, дальше пробел, loop, равно, например, on, пробел, autoplay, равно, ну и, соответственно, значение. Вот таким образом вы можете немножко изменить плеер так, как вам нужно. Не сам плеер внешний, а именно запись, проигрывание. Так, идем дальше. Продолжение следует...